Друзья, я тут недавно читал интересную книжицу, называется «Редкие профессии». Слушайте, чего только в мире нет, кем только люди не работают. Ну, ветеринар, ладно, знаем, любим. Оказывается, от состояния копыт у коровы зависят будущие надуи. Так есть специальная профессия. Специалист по педикюру у коров. В Европе есть профессия – раздирщик пакетов. А мы, дураки, всю жизнь забесплатно. В Японии, в метро, есть такая профессия – заталкиватель людей. Мы с детства обучены. Ну, экзотика экзотикой, а те профессии, к которым мы привыкли с детства, они по-прежнему с нами, и мы не представляем нашу жизнь без них. Вот от лица представителя такой героической профессии я и написал однажды этот рассказ. Давайте мы этого товарища поприветствуем. Ребята, казалось бы, какая мужская профессия самая героическая? Космонавт? Может быть. Может, подводник. А я так думаю, моя? Моя? Я – водитель маршрутки. Я же каждый день один на один с нашими людьми. А это еще хуже, чем в клетке с тиграми. Люди в курсе. Тигру хоть кусок мяса кинешь – он успокоится. Наши всегда недовольны. Иногда такое скажут. Потом не знаешь, как дальше ехать. Ребята рассказывали, случай был. Едет маршрутка из одного райцентра к славному городу Кирову. Битком. В салоне папа, сыночек его пятилетний. Очень живой мальчик. Очень. Пытливый, не то слово. Рот не закрывается. Маршрутка останавливается на переезде, ждет поезда. За окном степь, коровки, бычок прохаживается. А быку же все равно. Смотрят на него из маршрутки или не смотрят. Рефлекс сработал. Пристроился сзади к коровке. Пацан увидел. Папа, что он делает? Маршрутка замерла. Тишина стояла такая. Мухи на лету замерли. И тут папа говорит. Сына. А это он смотрит. Далеко ли до Кирова? Водитель еще час не мог с места съехать. Бык пару раз подходил. Заглядывал. Не случилось ли чего. Я сам по молодости лет шутить пытался. Сам себя веселил. Такое творил. Как-то газель моя стоит на остановке. В салоне пока никого. Я тихонько выхожу из кабины. Сажусь в салон и молчу. Постепенно маршрутка заполняется людьми. Я сижу молча. Вскоре раздаются первые возмущенные крики. Ну где этот? Сколько ждать-то вас? Я про себя столько нового услышал. Но чувствую пора. Встаю и говорю. А чего его ждать-то? Я сам дорогу знаю. Выхожу из салона за руль по газам. В маршрутке тишина. Как в степи перед Кировом. Наконец какой-то мужик орет. Парень. Тормози. Догонят, посадят. Тормози. Я говорю. Да кто меня догонит? Я рядом живу. Сейчас выйду. Ну потом признался, конечно. Да ладно, ребята. Я водитель. На следующей остановке вышли все. Героическая профессия. Тут такого сзади насмотришься. Подъезжаем к остановке. А там два вьетнамца. Ну коренные москвичи. Свободно только одно место. Эти начинают лопотать на своем. Тут наш мужик. Сибиряк. Их аккуратно отодвигает. Садится и говорит. Расслабьтесь, славяне. Газель во Вьетнам не идет. Стрессы постоянно. Едем себе тихонечко, спокойненько. Вдруг на весь салон. Козлиное блеяние. Потом еще, еще. Я оборачиваюсь. Не везет ли кто. Тут одна девица. Достает мобильный. Говорит. Да, дорогой. Народ наглый пошел. Наглый. Кричет на женщине. Гражданочка, куда вы ломитесь? Ну нету мест. Нет. Куда вы ломитесь? Она мне так томно, страстно. Возьмите меня стоя. Я как-то пожалел. Взял двоих стоя. Такое было. Девчонка стоит. Рядом сидит мужик под даты. Место не уступает. Нет. Только по коленям себя хлопает. Мол, дай. Какое место? Это, это. Первый класс. Бизнес-класс. Та стоит пунцовая. Зубы сжала. А рядом мужик здоровый. Молчал, молчал, да как выдаст. Девушка, вы не будете садиться? Так я сяду. И сел. Протрезвел моментально. Драться полезно. А я ж хотел как лучше. А у нас так нельзя. Помню, в салоне как-то неплотно закрывался люк. Ну понятно, во время движения оттуда дул ветер. Я хотел как лучше. Газель добрала скорость. Оборачиваюсь, спрашиваю пассажиров. Вам там не дует под люком? Народ не понял. Ты кого под люкой назвал? Слышь, ты, Газюля с рулем. А как все командовать любят? Бабуля орала. Мне там на углу остановите. У столба. У столба. Я вам конкретнее скажу. У кошки. Я не выезжал. Говорю, вам у передних лап или у задних? Да с бабушкой мы лучше вообще не связываться. Тут заходит одна. Рюкзак за плечами. Мне одну остановку садиться не буду. У дверей постою. Пока ехали. Задумалась на о своем, о девичьем. Как с буденном в походы ходила. На остановке мужик дверь открывает. Навстречу вся конница. Поднимается. Он говорит, что, мать? Парашют не раскрылся. У бабули, помню, как-то мелочь. Упала и покатилась по салону. Пошутить решил на свою голову. Говорю, что упало, то мое. Бабуля мне сходу. Сыночка, сейчас сама упаду и буду вся твоя. А вчера вообще. Бабуля пробирается к выходу. В одной руке авоська. В другой новенький эмалированный горшок. Вот она себе горшком дорогу пробивает. Впереди нее мужик. Бабуля горшком пихает. И без задней мысли. Мужчина, вы сходите? Кто-то оборачивается. Говорит, мать, да я до дома дотерплю. Героическая профессия. Но благодарна. Народ с работы садится устал и злой. Домой доедет. Глаза горят. Выходит на свои остановки. Со всей дури дверью. Чувствуется отдохнуть. Ну и на том спасибо.